Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал о моей жизни в Австралии. Сегодня мы едем в регион Southern Highlands. Находится это где-то в часе езды от Сиднея. Там разные такие городки красивые, там очень красивая золотая осень, красивые виды. В общем, мы решили вот проехаться. Правда, сейчас на улице дождь, можете вот увидеть. Но через час уже прогноз погоды показывает, что будет все сухо и солнечно, и будет сдерво. Мы сейчас завтракаем в дороге, просто чтобы не терять время. В общем, выехали мы в 8 утра, значит, где-то в 9.30 мы будем там. Сейчас день короткий, то есть до 5 вечера нам нужно успеть, собственно, все посмотреть. Потому что на 5.30, кстати, мы уже забронировали место, где мы там поужинаем, а потом поедем домой. В общем, я вам буду весь день показывать, что мы делаем, как что происходит. Если вам интересно, оставайтесь, смотрите видео до конца. Ну, пока едем по трассе. Здесь пока ничего особенного не происходит, в принципе. Ну, сейчас вам покажу немножко дорогу. И вот видите, там впереди уже видно голубое небо. Так что прогноз все-таки, как обещал, видимо, так и будет голубое небо. Вот, нам осталось ехать 30 минут. И я-хали мы в Митагуанку. Это первый городок среди городков этого региона. И так здесь прям прохладненько чувствуется. Я вот одела курточку такую самую теплую из того, что есть у меня вообще здесь. Но, смотрите, солнечно, небо голубое прям такое. Погуляем сейчас здесь, посмотрим, что здесь есть. Вот уже могу показать немножечко. Мы остановились рядом с этой церковью, такой очень красивый. И вот эта церквушка сейчас мы здесь прогуляемся. Вот это, в принципе, центр этого городка. Заметно все-таки вот холоднее здесь. То есть Синюэ, если градусов 15 сейчас, например, то здесь градусов 10. Вот вглубь материка отъезжаешь буквально час, да, мы проехали. Все, уже холоднее становится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Посмотрите, здесь магазин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какие вазы тут стоят. О, вау. Старинные. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я зашла в местную кафешку заказать кофе с собой. Если вы меня знаете, то я кофеман. Без кофе не могу. И вообще на улице холодно, если честно. Поэтому теплый кофе сейчас будет самое то. А мы решили, что сейчас мы вот там вот слева горы, если видно вот отсюда. И там есть какое-то озеро. Мы по карте посмотрели. Сейчас хотим проехаться до этого озера. Там минут 10, что ли, что-то такое. Но озеро в горах. Надеюсь, тоже будет, наверное, красиво. Очень будут красивые очень виды. Вот сейчас вам еще вот эту кафешечку покажу тоже. Она здесь такая красивенькая, уютненькая. Вот оно, озеро. Смотрите, какая красота. Ибисы, пожалуйста. Ибис? Ну, вообще, этот аптисто называется Ибис. А в Австралии ее еще называют Бин Чикен. Я вот недавно совершенно узнала об этом имени. И это очень забавно. Бин Чикен. Вот. Но они повсюду. Они повсюду. Сильные, соответственно, везде здесь тоже. Это, в принципе, неудивительно. Они повсюду. И вот оно, озеро. Ну, такое небольшое, но очень красивое. Hello, hello. Кто это такая шумная, интересная? Это же не утка, да? Кто это такой? Громкий, громкий, мамочки. Oh my god. В общем, кто-то вот неожиданно оттуда выпрыгнул сейчас и напугал меня. А вот еще одни шумные ребята, попугаи на дереве сидят. Я не знаю, насколько видно. Они очень шумные. И они шумные. И вот здесь в воде тоже кто-то шумный. Вот они. Интересно, это они друг с другом переговариваются? Утки с попугаями? Вот они, самые желтые деревья. Смотрите. Все в желтых листьях. Здесь вот другая природа, уже немного подальше от океана. И все, природа уже совсем другая. Поднимаемся мы в гору. Вот тут вот такой сейчас подъем. Вокруг дома, кстати, разные коттеджи. И мы вот думаем, то ли люди здесь живут, не знаю, насколько это удобно здесь жить, или они их сдают просто туристам. Потому что здесь вот получается прям едешь, едешь. И вот сейчас мы приедем вот в эту точку, локаут, где будет красивый вид. Ага, здесь вот на карте видно все вот города, в который мы как раз поедем. Здесь и перечислены. Вот справа Берима. Мы туда сейчас поедем. Это следующая наша станция. А посередине мы даже Голберн, они говорят, видно. Но он довольно далеко отсюда. Мы туда даже сегодня не заедем. Ну, в общем, да, вид получается, открывается такой красивый. Красивый и просторно много можно увидеть отсюда городов, как мы видим по карте. Мы приехали на второй локаут. Он тут совсем рядом, на самом деле. Сейчас немножко прогуляемся тоже, посмотрим, какой здесь вид. В общем-то, локауты находятся совсем близко друг к другу. И смысл есть заехать на каждый, видимо, все-таки. Ну, потому что сначала, когда вчера смотрели, выбирали по фотографиям, где самый красивый вид, и выбрали тот вот локаут первый. Но сейчас я вижу, что виды это красивые везде. И они разные. Не то, что не одинаковые. То есть вот тот локаут, на котором мы сейчас были, он вот там вот находится левее. А вот. А здесь уже там больше был город. А здесь больше такой лес, горы. Вон трассы внизу проходят. Железная дорога тоже. А тут карты также есть. Здесь более природы больше, чем города. На том локауте больше было видно город. Ну, красиво же, смотрите. Здесь вот так вот все камнями сделано. Здесь вот есть лавочка, можно посидеть. Можно как бы пикничок какой-то сделать, если хочется что-то перекусить, например. Ну, в общем, по-моему, красота. Приехали мы на еще один локаут, последний. Вот здесь вот такой вот вид. Ну, они, наверное, как-то так вот. Первый локаут был самый крутой вид. Второй был тоже классный, но больше зелени. Здесь, ну, вида уже так поменьше. Но, тем не менее, тоже вам покажу. А деревья, вот смотрите, это все еще из-за пожаров, которые были летом австралийским. То есть в декабре, в январе. Здесь как раз на этой территории было больше всего пожаров, потому что эта территория, она вот вглубь материка. То есть если вдоль воды еще было как бы поменьше, здесь вот самый такой был очаг самых пожаров. Поэтому здесь вот мы по дороге тоже ехали. Много деревьев черных. Все еще не восстановились они. Ну, им какое-то время нужно, чтобы восстановиться. Вот, последствия пожаров все еще видны. Приехали мы в следующий городок. Городок называется Боурал. Ну, вот, но мы припарковались, здесь подземная парковка была. И сейчас идем в сады. В садах в этих на фотографиях мы видели кучу-кучу тюльпанов. То есть вообще я прочитала, что в сентябре здесь сезон тюльпанов. Поэтому мы обязательно приедем в сентябре еще посмотреть на тюльпаны. Вот, наверное, они здесь растут как раз. Очень много тюльпанов здесь красивых. Ну, а сейчас просто посмотрим, что здесь есть. Сейчас зима, поэтому, собственно, да, здесь, наверное, всю красоту, которую можно было бы увидеть в другое время года, мы не увидим. Но, получается, что в сентябре, получается, будет весна. Вот в сентябре мы тогда приедем уже смотреть на тюльпаны. А сейчас просто, раз уж мы здесь, прогуляемся, посмотрим, как вообще здесь все выглядит. Вот такая беседка красивая какая-то, смотрите. В целом городок опрятный, очень красивый. Я вот уже вижу, да, вот все здесь. Я могу себе представить, конечно, когда здесь цветут тюльпаны. Наверное, здесь супер просто красиво. Там на двери, я вижу, написан сезон тюльпанов с сентября по октябрь. И там какие-то даты. Но я сейчас подойду, посмотрю точно. Здесь, правда, написано про 2019 год. Но, наверное, да, еще на 2020 неизвестно, кстати, будут ли всякие фестивали. Потому что весь этот коронавирус, не разрешаются сборища людей, поэтому посмотрим. Ну, надеюсь, уже к тому времени все наладится и будут разрешать фестивали. Здесь я могу все представить, как будет красиво, когда все будет в тюльпанах разноцветных. Тюльпанов здесь сейчас нет, потому что зима. Но смотрите, что я нашла. Здесь зато есть подснежники. Сады мы посмотрели. А вот еще какое-то очень-очень красивое здание. Так, а здесь вот таунхол. Помните, я говорила в своем видео про Лайкард? Показывала таунхол нашего района. То есть здесь в каждом районе есть таунхол свой. Такое административное здание, как бы самое главное. Вот здесь таунхол вот этого городка. Здесь, наверное, он один на весь городок. Я думаю, городок-то сам по себе не очень большой. Но вот он вот, такой таунхол. Вот это, наверное, церковь. Не знаю, что я сейчас подойду поближе, посмотрю, что это. Очень красивое тоже здание. Ну вот, классическое викторианское вот это оформление. Не знаю, честно говоря, что здесь происходит. Но рядом он с таунхолом. Тоже городское видно какое-то здание. Довольно-таки симпатичное. Вот она зима. Совсем ни одного листочка не осталось на деревьях. Это здание. Я думала, что это церковь, честно говоря. Обычно вот такой камень, вот такая вот постройка. Обычно это как-то что-то с церковью связано. А это, оказывается, кортхаус. Здание суда. Очень интересно. И тогда становится понятно, почему рядом с этим зданием суда находится здание полиции. Становится логично. И рядом же таунхол административное главное здание. То есть это такой, видимо, центр этого города все-таки. Видимо, административный центр города был там. Но такой центр развлекательный здесь. Смотрите, здесь вот магазины, кафе по центру. И другие тоже кафешки, рестораны. Тут вот здесь вот какое-то агентство недвижимости. Ну, в общем, да. Вот это такой центр развлекательный этого города. А вот смотрите, мы хотим пойти. И у нас получится уже такой ланч между завтраком и обедом. Вот в эту вот пекарню. Там какие-то известные классные пироги. И вот там как раз выстроилась очередь. Как всегда, знаете, показатель того, что там очень вкусно и очень круто, что там есть очередь. А я, кстати, посмотрела население этого города. Население сейчас почти 13 тысяч. То есть городок такой небольшой. Но вот все здесь есть, как в большом городе. В принципе, есть все рестораны, кафе, магазины, вот эти вот сетевые. В общем-то, здесь люди живут абсолютно так же. Просто город чуть меньше. Люди живут абсолютно так же. Никакого отличия нет от людей, которые живут в большом городе, например. Мы съели сейчас австралийские пироги. Очень было классно. Все-таки не зря мы стояли в очереди. А вот это вот, смотрите, кипарис гималайский. И его установили там в честь какого-то человека. Там таблички везде весят. Посмотрите, какой он огромный вообще. А мы пьем чаек и согреваемся. Когда его посадили, смотрите. За сколько времени он так сильно вырос. Вот здесь написано 1960 год. Эльдерман Блэкнет, который любил деревья. Так, 1960 год, то есть он сколько получается? 60 лет от кипариса этот. Но он огромный, просто огромный. А вообще тут много кипарисов в этом районе. Вот смотрите, справа кипарисы стоят, а слева кипарисы. Очень много кипарисов везде. Наверное, какой-то климат здесь для них благоприятный. Мы приехали еще в один городок. Берима называется. Тоже тут недалеко. Вот смотрите, это тоже, я так понимаю, центр этого городка. Он еще, по-моему, меньше, чем предыдущий. Сам городок. Но вот интересное здание какое-то. Сейчас мы посмотрим. Это кортхаус, я так понимаю, тоже на создание суда. Опять из этого песочного камня. Смотрите, как красиво. А, смотрите, попугайчики. Так сейчас я постараюсь их не испугать, не показать вам таких цветных-цветных попугайчиков хорошеньких. А вот он полетел. О, я их всех испугала. Ну вот они вот на этих деревьях сели. Это винодельня. Мы приехали, мы хотели на самом деле пообедать тут в ресторанчике. Но уже все забронировано, к сожалению. Вот он ресторанчик там. Из-за ковида тут нужно прям заранее-заранее все бронировать. Потому что, вот видите, через стол все сидят. То есть, всех гостей они принять не могут, к сожалению. Потому что есть ограничения по количеству человек в одно и то же время. Продолжение следует... Ребята, вы не поверите, кого мы увидели. Это альпака. Это такая особенная овца вот такого вида. Такое вообще красивое животное. Я давно хотела их увидеть. С того момента, как я увидела один раз, когда мы проезжали, вот так же ехали по дороге, мы увидели альпаку. Но мы не остановились тогда. Она была одна альпака. А здесь прям их море. Их очень много. В общем, я просто в восторге. Ребят, я просто счастлива. На этом вообще просто можно сказать, что путешествие было не зря. Это вообще самая просто кульминация нашего трипа 100%. Спасибо вам, что смотрели это видео до конца. Пишите в комментариях все, что угодно. Давайте общаться. И если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь на мой канал. Всем пока. До скорых встреч. Пишите в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok